Декларация о суверенитете России Появление свободной от золотоордынского игоруси и рождение новой демократической России Перед началом мероприятия Владимир Груздев с супругой поставили свечи перед образами преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя Дмитрия Донского Праздник начался под колокольный благовест, возвестивший начало торжественного шествия от храма во имя преподобного Сергия Радонежского на Красном холме Куликово поле к памятнику колонии Дмитрию Донскому В торжествах приняли участие губернатор Тульской области Владимир Груздев, главный федеральный инспектор Тульской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Харитонов Митрополит Тульский Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексийский Серафим, а также представители законодательной и исполнительной власти, представители молодежных общественных организаций, региональных отделений политических партий и движений, казачество и тульские военнослужащие, священнослужители и жители области После церемонии возложения цветов к памяти колонн Дмитрию Донскому начался посвященный Дню России гражданский митинг «Опора молодым сердцам. Руси – великое начало». Почетные гости обратились к участникам митинга с поздравлениями Сегодня в нашей жизни особенный, радостный, светлый и благодатный день День нашей Родины предстает она пред нами, украшенная березовым ситцем своих рощ и полей, опоясанная серебристыми и синими лентами своих могучих прекрасных рек, Украшенная росыпью васильковой бескрайних просторов наших хлебных полей, стоит она пред нами, как невеста Бога и Матерь всем нам. Вот такую Россию духовным прозрением впервые увидел благоверный наш Хреститель, равноапостольный князь Владимир Красносолнышко И заповедовал на века всем грядущим поколениям блюсти эту святыню, как зеницу ока. До сегодняшнего дня дети России воспринимают этот завет как смысл своего исторического бытия, являя единство в свободе по закону жертвенной любви. Какая радость быть наследниками такого богатства духовного, исторического и культурного, но и какая степень ответственности для того, чтобы нам, россиянам 21 века, принять от пращуров своих эту великую народную святыню и не только сохранить ее, но творчески приумножить ее славу и красоту, дабы в веках сияло славно и непобедимо великое и досточудное имя Богохранимой России. С праздником вас, дорогие друзья, с днем Родины нашей славной, чудесной, любимой России! Во время традиционных театрализованных проводов в армию лучшим призывникам из нашего региона Владимир Груздев вручил памятные жетоны с изображением памятника колонны Дмитрию Донскому. Его высокопресвященство Владыка Алексей подарил будущим защитникам Отечества молитвословы и иконы в честь Донской иконы Божьей Матери. Завершившийся праздничным концертом День России стал еще одним напоминанием о том, что история нашего Отечества богата событиями, которые украшают национальное достоинство его граждан немеркнущей славой. Русскому народу в его истории были неспосланы многие испытания, из которых он всегда выходил с честью и достоинством, восходя от силы в силу в своем величии. Эти испытания и были тем горнилом, в котором с Божьей помощью рождалось мужество, благородство и независимость нашего народа.